Друзья и друзья И вы первые в этой истории. Мы проводим во Дворце Независимости церемонию награждения, первую, в преддверии празднования Дня Народного Единства. И символизм этого праздника в том, что события 17 сентября, далекого 1939 года, стали важной вехой в истории формирования белорусской нации. У нас много праздников. Мы их ценим. Есть светлый праздник Дня Победы, есть духовные наши праздники, Рождества Христова, Пасхи и так далее. Но только вдумайтесь, если бы не было 17 сентября, не было бы нашей страны. На карте тогда был только клочок от центра Белоруссии нынешней до Мозыря. Ласкут. Вот что представляла тогда наша республика. И тогда, в сентябре 1939 года, все изменилось. И мы обрели нашу республику в тех границах, которую свято храним. Накануне этой судьбоносной исторической даты, Дня Воссоединения Западной и Восточной Белоруссии, мы закладываем новую традицию и чествуем наших соотечественников. Вы – талантливые, трудолюбивые, истинные патриоты, смелые, надежные, преданные своему делу и государству люди, сплоченные одной целью – сохранить страну для будущих поколений. Белорусы, построившие суверенное государство впервые в истории своей земли, прошли через эпохальные испытания на прочность национального единства. Прошли достойно. Все вы надежные, искренние люди. Все вы – те, кто выстоял в те сложные времена. Вы – те, кто проявил, прежде всего, свои достижения и свою солидарность в труде. Не испугала нас пандемия и не остановили нас гибридные атаки на нашу государственность, которая продолжается до сих пор. Но я думаю, в эти дни вы наглядно увидели, что у нас есть чем ответить и есть на кого опереться. Во многом благодаря таким, как вы – людям, профессионалам, смело и открыто отстаивающим интересы родной Беларуси, тем, кто своим авторитетом, преданностью стране объединил вокруг себя сотни и тысячи единомышленников. А вот это самое главное сегодня. На нас с вами лежит величайшая ответственность. Да, мы победили Блицкрик. Мы противостоим гибридным атакам и успешно. Но сейчас надо объединить не только здоровую часть, их подавляющее большинство, но и тех, кто зашатался под грузом вчерашних атак. Сегодня в зале собрались представители почти всех сфер деятельности. Это тоже символично. Государственные служащие, люди в погонах, друженики села, врачи-педагоги, деятели науки, культуры, руководители предприятий, общественных организаций, представители спорта, но еще раз подчеркну всех, нас объединяет наш патриотизм и любовь к Родине. Мы не предали, мы не дрогнули. Это дорогого стоит для каждого из вас. Если кто-то за этот год, прошедший после вчерашних событий, этого не понял, в ближайшее время поймете. Не поддавайтесь никаким атакам в этих особенно сопливых мессенджерах, телеграм-каналах и прочих. Это как пена, все это схлынет, останется то, чем вы должны гордиться всегда и чему должны следовать ваши дети. Но я уверен, сегодня каждым из вас гордятся родные, близкие, сослуживцы, коллеги, друзья. В целом страна. И с таким же чувством гордости я подписал указ о присвоении звания «Народный художник Беларуси». Это особое звание, их немного. Я лично очень жестко подхожу к присвоению подобных званий. Сегодня человек среди нас, слабочеку Владимир Иванович, великий мастер, который вырастил плеяду учеников, ставших известными художниками, лауреатами престижных конкурсов скульптуры. Знаете, много талантливых, много великих, но я ценю величие в тех людях, которые порождают себе подобных, таких же талантливых. Вырос, великим стал, сделай еще десяток таких, и ты будешь прославлен в веках. Это удивительный человек, через творчество которого красной нитью проходит любовь к своей Родине, гордость за достижение прошлого настоящего, память о трагических героических страницах нашей истории, восхищение подвигами и героизмом соотечественников. Реалист. Это и есть патриотизм. Это и есть пример той самой борьбы за сохранение наших национальных ценностей, которыми все мы, белорусы, сегодня особенно дорожим. Как говорили наши мудрые предки, земля народам сильна. И Беларусь не раз подтверждала эту мудрость в своей истории. Чтобы оставить будущим поколениям память о своем историческом опыте, мы воплощаем ее в государственных праздниках, в таких, которые напоминают о великой ценности мира, на родной земле, независимости страны и сплоченности нашей нации. Дорогие друзья, я поздравляю вас, в вашем лице весь белорусский народ, с наступающим великим Днем Народного Единства. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, творческого вдохновения, новых достижений во благо нашей родной Беларуси. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Для нас это очень большая и очень высокая награда. Художники это понимают, и артисты понимают, и работники культуры. И, конечно, я хочу вспомнить именно свой коллектив Союза художников, который объединяет больше тысячи человек. Это нормальные люди, пахари, работающие постоянно в мастерских. Это, конечно, еще моя академия, где я работаю уже больше, ну, почти уже под 40 лет уже. За это время я выпустил там больше ста человек, студентов, вот уже художников, которые гордо несут именно вот память и дух Белоруссии. Я сам выставлялся много за рубежом. И вы знаете, что когда ты делаешь работу искренне, от души, все понятно, все понимают. Вот. Скульптура-то вообще, это без слов искусство. Но когда там есть душа, когда вот она буквально там вложена, она всем понятна. Всем народам и любым слоям населения. Поэтому я хочу поблагодарить еще раз за такую высокую награду. И я готов работать дальше. Спасибо. Простите, я по бумажке сегодня утром написал, но боюсь, что забуду. Это не песню петь, все-таки это... Я не волнуйся, потому что ты переволновался с ней. Серьезно, да? Не волнуйся. Все нормально, ты дома. Хорошо. Уважаемый Александр Григорьевич, дорогие коллеги, для меня это большая высокая награда и очень важное событие получить звание заслуженный артист Республики Беларусь. Это заслуга моей семьи, белорусского народа. Признание белорусского народа, моих поклонников и лично ваше, Александр Григорьевич. Я глубоко осознаю, верю и сделаю для этого все, чтобы белорусский зритель полюбил и поверил в своих артистов. А главное, шел на их концерты. Беларусь многогранным на таланты. Я знаю, как вы лично уделяете большое внимание и вкладываете все ресурсы в поддержку. Именно они будут отстаивать честь страны на различного рода конкурсах за ее пределами. Звание заслуженный артист Республики Беларусь в большая ответственность новый этап, который дает возможность каждому артисту стать сильнее и стать лучше. Еще раз выражаю благодарность стране, белорусскому народу и лично вам, Александр Григорьевич. Спасибо. Вы знаете, я не могу не сказать на злобу. Знаете, вот для артистов, журналистов, других творческих профессий, художников, скульпторов, год был непростой. Они, прежде всего, на виду были, и те, кто не был на виду, стали видными. Еще и благодаря тому, что целый шквал, атак этих наших, обрушился на них, выдержали таких, как Руслан, к сожалению, немного. Я бы мог вам сейчас назвать несколько фамилий, не только наших, но прежде всего российских, великих, которые отоптались здесь, в Беларуси, просили помочь залами, концертами, зрителями, награды получали и, трусливо поджав хвост, в лучшем случае сбежали, скрились. Это не артисты, это не творческие работники, это даже не трусы, это предатели. А вот его вы видели и до событий, и во время, и после. Мало того, что он талантливый человек, он остался человеком-патриотом. Это надо ценить. Я это очень ценю. А ценят это и люди. Просто надо время. АПЛОДИСМЕНТЫ Я благодарна вам, Александра Григорьевич, нашему народу, нашим военным, нашим медикам, всем тем, кто отстоял нашу страну. Спасибо большое. Я буду с гордостью носить это звание. И еще я хочу сказать, что вы наградили меня этим почетным званием вот именно сегодня, 14 сентября, день рождения Национального академического театра имени Янки Купалы. В 2020 году городской Минский театр стал драматическим театром. Волнуюсь, заикаюсь. И я благодарна вам лично за то, что вы его сделали в 2013 году. За то, что вы подарили и нам, актерам, и всему народу достойное, замечательное здание, в котором мы будем, несмотря ни на что, прославлять нашу страну. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и я продолжу традицию артистов, скажу несколько слов. В первую очередь я хочу сказать слова благодарности нашей стране, нашему государству. Лично вам, Александр Григорьевич, за высокую награду. Я знаю, я понимаю, прослужив в своем родном театре много лет, что служить в Большом театре – это большая честь и огромная ответственность. И где бы я ни выступала, на каких площадках, на маленьких, на больших, в нашей стране, в маленьких городах, в больших, за рубежом, в огромных концертных залах, за рубежными дирижерами, исполнителями, певцами, я всегда понимала, что я представляю свою родную страну, свою Беларусь. Что именно в данный момент, как бы это ни высокопарно звучало, я лицо Беларуси, за мной страна, мой родной театр. Я понимала эту ответственность. А еще я хочу вам сказать, Александр Григорьевич, слова благодарности за ваши верные и точные слова, которые вы сказали у нас 3 июля на торжественном концерте у нас в театре. Вы абсолютно точно и правильно сказали, что дело артистов – заниматься творчеством. Бог нам даровал талант, мы посвятили его огранке много лет. И мы должны дарить, нести этот дар, этот свет людям, тем, кто приходит в наши залы. Мы должны давать возможность насладиться нашим творчеством. И я хочу вам сказать, что большинство моих коллег и все, кто находится в этом зале, мы все поддерживаем ваши слова и подписываемся под ними. Спасибо большое. Очень точно сказала наша великая представитель нашего театра, что, повторяю, цитируя меня, когда я им сказал, лоб в лоб открыто, там разные люди были на сцене. Если Господь вам даровал талант, не расстрашивайте его попусту, дарите его людям. Ты артист, делай свое дело. Все, абсолютно 100% артисты так и поступили. Но артисты – это не только голос, ну, на злобу, это еще и душа. Есть очень много, которые имеют голоса, но у них нет души. Еще раз повторяю, творческий человек, оторвавшись от своей земли, если он куда-то сбежал, творческий человек, спортсмен, никогда не будет ни артистом, ни спортсменом. Можно только сожалеть. Вам многое дано. Люди плачут, когда вы поете, когда вы исполняете какую-то роль, когда вы просто говорите. Люди могут встать на колени, преклониться перед вами. Они с восторгом смотрят на многих вас, и вы это должны ценить. Вы сродни президенту. Мы зависимы полностью от этих людей. И мы должны чувствовать свою ответственность перед этими людьми, если мы настоящие. Если эти президенты, чиновники не пришли, чтобы карман набить и куда-то свинтить, извините, они будут поступать так же. Если артисты настоящие, они и останутся настоящими. Они будут помнить, что эта земля – это народ. Без этого их нас нет. Если мы настоящие. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дорогой Александр Григорьевич, я щиро удячный, как кажется, народе, за эту высокую отзнаку. И считаю вместе с тем, что это и высокая оценка академической науки. Это не только личная награда, это награда Национальной Академии, вашей Академии, которая чувствует эту постоянную заботу с вашей стороны. И в эти дни, накануне такого святого праздника для нашего народа, значит, единения, значит, нации, это все, в общем-то, знаково. И белорусская наука будет успешно и плодотворно трудиться на благо народа, на благо страны, на благо возлагаемого вами государства. Спасибо, Александр Григорьевич. АПЛОДИСМЕНТЫ Безумовно, гэтый день, и он вельми святочный для усих, тых, хто тут. Это усе однодумцы. И вось, калі задаць такое пытанне, што такое однодумцы, то ёно так выходит, што однодумцы – гэта не ты, хто думыць однолькава, а ты, хто думыць об адным. А гэта одно – гэта каб квятнела наша краина, каб квятнела наша Беларусь. И безумовно, ты, хто зараз адзначен, як сказав наш президент, гэтыми узнагородами, ён павінін робіць новый крок наперед, быць большь моцным і быць прикладам для усіх тых, с кім ён працюе. Тому, каб тэе веды, які ў ёго ёсё сёння, былі на усіх распрастранены. Трэба працаваць. І я думаю, што мы усе будзім працаваць больш плённа, каб наша краина ёшэ раз полтару квятнела. Дзякую. Большое спасибо от себя лично, от моей семьи, от моих коллег. Здоровья вам і дальнейших успехів в нашей стране. А мы будем стараться. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые друзья, среди награждённых, я просто хочу, чтобы вы обратили внимание, есть люди, которые награждены медалью за отвагу. И вот я когда вручал этим ребятам эту награду, ну это герои нашего времени. О них, конечно, не скажут, они, к сожалению, как люди пока закрыты от общества, но которые проводят очень серьёзные военные и острые операции. Это медаль, это редкость, это действительно ребята, которые совершают сейчас с риском для жизни, защищая нас, защищая других, совершают и проводят тяжёлые острые операции. Ребята, спасибо вам огромное. Вы настоящие. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ